В эфире Рыбакалфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Уралсип стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам Уралкапитал банка, в том числе индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщили в агентстве по страхованию вкладов. Прием заявления о выплате возмещения и других необходимых документов, а также сами выплаты, начнутся 28 февраля. Подробные информации о месте, времени, форме и порядке приема заявлений разместят днем раньше на сайте агентства. Напомню, один из четырех региональных банков Уралкапитал банк лишился лицензии 15 февраля. С этого же дня в нем ввели временную администрацию функций, которые возложили на агентство по страхованию вкладов. Ранее сообщалось, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 1 марта. Региональные эксперты не ожидают снижения темпов строительства жилья в Уфе в текущем году. Хотя в других муниципальных образованиях это возможно. В столице республики сокращение объемов ввода жилья может ждать в 2019, когда по-настоящему заработают все изменения профильного законодательства. В то же время некоторые аналитики поддерживают прогноз Госкомстроя Башкортостана, согласно которому в ближайший год строительный рынок покинут от 10 до 15 процентов мелких застройщиков. По моим оценкам, безусловно, мелкие компании, там может быть 10, может быть 20 процентов, они уйдут с рынка, но я опять повторюсь, что уйдут те, кто чувствует себя плохо и нестабильно. От того, что эти 10-20 процентов сегодня строят долгострои и выкидывают нам на рынок скелеты домов, которые стоят по 5-7 лет, от этого тоже никому хорошо не становится. Поэтому уйдут и уйдут. О предполагаемом снижении темпов строительства жилья в Башкортостане в текущем году почти на 9 процентов по отношению к прошлому году до 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров сообщили на коллегии регионального госкомитета по строительству. Напомню, аналогичное снижение зафиксировали по итогам прошлого года. Специалисты технопарков представят достижения и поделятся планами развития на Всероссийском промышленном форуме в столице Башкортостана. Отдельную экспозицию развернут в рамках выставки «Инновационный потенциал Уфы». В числе участников предприятия самого разного профиля – строительство, химическая промышленность, экология и другие. Впервые на выставке свои новейшие разработки презентуют компании из ряда соседних регионов. Эта экспозиция, на которой будут представлены предприятия города Уфы, в том числе будут привлечены еще предприятия Челябинска, Омской области и Златооста. То есть это будет коллективная экспозиция предприятий этих республик. Порядка 10 предприятий из каждого региона, а из республики Башкортостан здесь присутствует порядка 35 компаний. Напомню, российский промышленный форум стартует в Уфе 27 февраля и продлится до 1 марта включительно. В рамках форума пройдут также специализированные выставки, машиностроение, станкостроение, деревообработка, средства защиты, охрана труда. Организаторы события – правительство Башкортостана, Министерство промышленности и инновационной политики республики, администрация Уфы, башкирская выставочная компания, информационный партнер, телеканал РБК Уфа. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Курс с американской валютой вырос на 13 копеек и оценивается в 56,65 евро, в незначительном минусе на 8 копеек – 69,80. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Тимирбанке за 56,65, продажа в Акбарсбанке за 56,96 рубля. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке БКС за 69,55 с комиссией до 3% за обменную операцию, по продаже также в Акбарсбанке за 69,85. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.